Всем привет! Кира, мы прекрасно понимаем, что информации очень и очень мало, но расскажи все, что известно сейчас о здоровье Алексея. Ну, действительно, информации очень мало. Проблема в том, что адвокаты к нему регулярно не попадают, поэтому только вчера, во вторник, мы узнали то, что происходило с ним, например, в пятницу. Действительно, в пятницу ночью ему вызывали скорую, и мне кажется, что ни у кого не может быть иллюзии насчет того, что если в российской тюрьме кому-то вызывают скорую, это означает, что ситуация критическая. Тем не менее, у него, у Алексея, обострились боли в желудке. Их никогда не было раньше. Они возникли примерно в январе этого года, когда он очень долго болел, и его лечили непонятными антибиотиками в огромных количествах, которые не были ему прописаны. И сейчас они снова обострились. Неизвестно происхождение этих болей. Диагноз Алексею никто не говорит. Его тюремный врач, который иногда его осматривает, издевательски говорит, что сейчас весеннее обострение, поэтому у всех так не обращайте внимания. При этом у нас есть основания считать, что Алексея все это время травили в тюрьме в каких-то небольших дозах, очевидно, для того, чтобы он не умер сразу, чтобы это не привлекло много внимания, но за то, чтобы его здоровье разрушалось неуклонно, постепенно, но неуклонно. И, конечно, это могло бы показаться паранойя в случае любого другого человека, но в случае с Алексеем, которого уже травили новичком, это кажется вполне возможным. Поэтому адвокаты будут требовать проведения всевозможных экспертиз, токсикологической в первую очередь. Но мы прекрасно понимаем, что без общественного давления никто никаких экспертиз не проведет, никакой помощи Алексею не окажет. Поэтому так важно об этом говорить. Поэтому я сейчас здесь. Я призываю всех наших зрителей прекратить пытки над Алексеем и требовать оказать ему нормальную медицинскую помощь. Ну и, конечно, требовать его освобождения. Да, вот как раз, Кира, я просто хотел еще раз акцентировать на этом внимание, потому что вижу в чате огромное количество вопросов. Я понимаю, что вопрос от безысходности, и, собственно, на него нельзя как-то конкретно ответить, что можно сделать, чтобы помочь Алексею. Ну вот, мы понимаем, что мы в таких сложных обстоятельствах находимся. Давай еще раз поговорим, что вот обычный человек может сейчас сделать, чтобы хоть как-то Алексею помочь в такой ситуации. Ну, все довольно просто. Действительно, Алексею невозможно сейчас прийти с улицы и оказать ему нормальную помощь. Лекарства, которые, например, отправляет ему его мать, колония просто не забирает с почты, и эти посылки отправляются ей обратно. Так что наша единственная возможность, хоть как-то изменить ситуацию, это привлекать к ней внимание. Это может звучать наивно. Более того, мы каждый раз об этом говорим, и, может быть, многие наши зрители устали от этого. Но, к сожалению, никакого другого способа нет, и его не придумали. Потому что единственная возможность хоть как-то изменить ситуацию с Алексеем и, в принципе, сохранить ему жизнь, это постоянно следить за тем, что с ним происходит. Но невозможно следить мучеливо, тогда эффекта у этого не будет. Но если люди, которые слышат об этом и знают об этом, будут об этом писать, говорить, требовать допустить к нему врачей, требовать прекратить пытки, требовать его освободить, то этот общественный резонанс может хоть как-то сдвинуть эту очень жесткую систему, которая выстраивается вокруг Алексея. Потому что они до сих пор боятся общественного внимания. И если всем кажется, что это не так, это иллюзия, которую Путин пытается внедрить в умах россиян. На самом деле нет, они все еще боятся. И поэтому, если они будут видеть, что и внутри России, и снаружи России люди реагируют очень бурно и очень внимательно следуя судьбой Алексея, то, конечно, они будут вынуждены оказывать им какую-то помощь и делать какие-то послабления. Кира, от Вадима Кобзева, адвоката Алексея, стало известно о так называемой, даже не о так называемой, о провокации, которую, судя по всему, готовят против Алексея с помощью кого-то из сокамерников. Насколько я поняла, один из сотрудников колонии об этом сообщил тайком Алексею. И хочу у тебя спросить. Я понимаю, что об этом мало чего известно. Собственно, ровно то, что нам сообщил об этом Вадим Кобзев. Но как ты предполагаешь, что это может быть? Является ли это большой опасностью для Алексея? Сравни то, что сейчас происходит со стороны администрации колонии по поводу его состояния здоровья. Я уверена, что это является огромной опасностью для Алексея. Действительно, никаких деталей мы не знаем. Некий сотрудник колонии по секрету тайно сообщил Алексею, что против него готовится провокация с участием других заключенных. Что из себя это будет представлять? Никому неизвертно. Но об этом адвокаты, насколько я понимаю, сразу же написали заявление на имя Москальковой. Непонятно, опять-таки, что из этого, произойдет ли что-то из этого. Но, по крайней мере, то, что мы уже привлекли к этому пониманию, позволяет надеяться, что, возможно, этой провокации удастся избежать. Но, конечно, опять же, мы все представляем себе российские тюрьмы, к сожалению. Звучит жутко. Провокация от других заключенных, то есть не очень понятно, чем это может закончиться и какой вред здоровью Алексея это может нанести. Учитывая, что он действительно сейчас находится... Учитывая, что он действительно очень болен, учитывая, что он ничего не может есть. Я напоминаю, это довольно важная вещь. Ему не передают никаких посылок, когда он находится в ШИЗО и когда он находится в ПКТ, а там, я напомню, находится все время. Ему сейчас запретили покупать на собственные деньги еду в тюремном ларьке, а от баланды, которую ему дают в колонии, собственно, единственная еда, на которой он сейчас может существовать, у него обостряются боли в желудке. Соответственно, он реально находится в безвыходном положении, и поэтому его вес так драматически падает. Так вот, учитывая, что его плохое состояние здоровья и эту возможную провокацию, ситуация действительно критическая, и именно поэтому так важно об этом говорить. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Продолжение следует...